Рави Шанкара Рави Шанкара Рави Шанкара выражение трансцендентных эмоций в движении, по сути дела. И индийский танец, хотя его как бы автором считается Барат Риша, Барат Натим Шастра, но все-таки мы помним о том, что этот мир – отражение духовного мира, поэтому все, что мы пытаемся делать здесь, в этом мире – танцевать, петь, существует в духовном мире, и все движения, вся моторика танца, по сути дела, хотя это является классикой, но все это приходит из высшего плана бытия, и в ведах описано 64 изящных искусства, которым обладают преданные – гопи, в том числе танец, песня, они все художницы, поэтессы, по-другому в мире Кришны быть не может. Но что очень интересно было, у индусов есть одна проблема, – это ортодоксализм, на котором построена ортодоксальная школа индийская как таковая, ну как балет. Балет – он очень связанный с определенными движениями школы, поэтому если человек изучил школу, выйти за пределы балета очень сложно. Вот, например, в России очень много классических музыкантов и классических балерин, но contemporary dance, современный балет очень не развит, почему, потому что нужно выйти за рамки традиционной школы. И вот Удаи Шанкара он вышел за рамки традиционной школы, когда познакомился с Анной Павловой, и Анна Павлова сказала, ну вот это все очень индийское, рафинированное, давайте с вами поработаем. И они поставили балет, который называется «Голубой мальчик», это балет о Кришне. И фактически первый балет, который был сделан Удаи Шанкара Маана Павлова, единственный такой эксперимент, он шел в Большом театре, его пытались воссоздать, естественно, по-моему его воссоздали в Большом театре, но это, собственно, балет о Кришне. Таким образом, Кришна, он поразил сердце не только многих обитателей духовных миров, высших миров, потому что все абсары, небесные танцовщицы, прекрасные живые существа, они все преданные. Но также поразил сердца современных многих музыкантов, исполнителей, таких как Анна Павлова, Джордж Харрисон, ну, вообще, собственно, тех людей, на которых создана культура. И позавчера мы были на премьере Стар Санами на театре «Jesus Christ Superstar». Вы знаете, что это ставил Питер Брук, поэтому Питер Брук, он ставил не только «Jesus Christ Superstar», но и «Махабхарата», например. Вот. То есть все люди, которые были связаны с искусством современным, в том числе там Джеймс Камерон, который сделал «Аватара», его следующий фильм «Мечтая снять Махабхарата». То есть все продвинутые люди, которые продвинуты в искусстве, они понимают роль индийской культуры, индийского искусства в мировом искусстве как таковом. Но мы с вами говорим о том, что индийское искусство и культура, безусловно, не могут быть расшифрованы без сознания Кришны. Потому что все, что, собственно, есть в индийской культуре, начиная от рак, заканчивая танцами, связано с духовным миром. И поэтому, когда у нас был фестиваль, фестиваль был… Кстати, вот я у меня есть предложение, надо создать детский сад и организовать детям какое-то место для игры. Потому что просто дети, они лекции не свойственны слушать, у них свой мир. Им надо сделать какой-то уголок для игры, чтобы кто-то ими занялся, иначе будет очень сложно. Так вот, очень интересный момент то, что все, что связано с искусством как таковым является проявлением духовного мира. Но как раз мы сидели, когда с актерами… Ну, Стас представил меня в своей группе, вот, говорит там… Ну, многие знают, потому что многие к нам приходят на лекции, некоторые знали нас. Вот. И мы, естественно, о чем мы начали говорить с актерами? Мы начали говорить о театре. Ну, вот. Они стали задавать вопросы, а как это вот с духовной точки зрения. Я им стал рассказывать. И смысл состоит в том, что все, что существует в мире сознания, проявляется в нашем мире. Искусство – это то, что непосредственно связано, затрагивает нашу душу. Но в этом мире существует три типа искусства в соответствии с… Это искусство низшего порядка, которое затрагивает наши низшие части тела. Дальше – это искусство интеллектуальное, которое затрагивает наш ум. И искусство, которое трогает наше сердце. И вот то самое искусство, которое трогает наше сердце, оно в состоянии изменить нас. Поэтому, когда мы говорим о божественном, давайте еще раз похлопаем. Большое спасибо. Мы были бы счастливы вас видеть опять. У нас в нашем культурном центре в Москве есть тоже замечательные музыкальные коллективы. Все наши преданные – они преподаватели танцев. Они преподают и современные, и контемпористы. Очень много у нас преданных связанных. В Москве связанных и многие номера танцевальные ставят наши хореографы, которые по телевизору – это наши преданные. К ним обращаются звезды и говорят, научите нас. Звездам говорят, что до тех пор, пока вы не станете духовными людьми, вы будете находиться на этом самом низшем уровне. У вас будет только какая-то низшая энергия идти. И вот, по сути дела, когда мы говорим о духовной жизни, то возникает вопрос, а что такое жизнь Бога? Здесь все понятно. У президента, у царя, у лидера какая-то задача защитить государство, геополитика, экономика. А что такое жизнь Бога? Что такое жизнь Кришны? Геополитика, экономика – это на уровне, когда Кришна нарайана, когда Он управляет мирами. Мы знаем, что Его жизнь – это игра. Поэтому очень часто мы хотим играть. Почему нам это нравится? Нам нравится идея игры вообще. И где игры не только у детей. Если дети играют в игрушки, то взрослые играют в гольф. Оказывается, пенсионеры собираются поиграть в гольф где-то на каком-то острове. Представляете, ушедшие на пенсии политики играют в гольф на каком-то острове. Им строится поле для гольфа. Поэтому, если взять в расчет то, что Кришна занят игрой, то у него тоже есть свое поле для гольфа. И когда спросили Гурудева, а почему, собственно, Индия? Почему не Оренбург, не Вашингтон? Почему Кришна приходит в Индию? И Гурудев сказал очень простой ответ. Он сказал, а почему ходят люди играть в футбол на футбольное поле? Потому что футбольное поле полностью предназначено для футбола. Также мы не можем рассматривать Индию как некое физическое место. Это некая метафизическая площадка, где, по сути дела, речь же не идет, что Кришна в Индию приходит. Он приходит во Вриндаван. Вриндаван – это часть его мира, где его отец, мать, где Говардхан, где Емуна. И когда Кришна сказал, что пришло время спасти живых существ, уже конец два праюги, вот-вот начнется Кали-юга, и тогда все разрушится, надо спасти живых существ. Я знаю, что в два праюгу была еще правдивость, и поэтому люди могли поклоняться мне, как Вишну или как Нарайне, но в Кали-югу никто не сможет этому следовать. Поэтому я приду, как Кришна, и очарую их своими играми. Я очарую их не тем, что там у меня Гаруды, я могу летать с лотосом булавой, я обитатель Вайкунта, это никому не интересно. Я очарую их своими человеческими играми. Я приду и покажу им самую сокровенную часть своего мира, и тогда очарована эта сокровенная часть мира. Почему всем индусам нравится Кришна? Потому что они все поют детские песни о Кришне, что мать Ешода привязывает Кришну к ступе, что Кришна ворует молоко, сладости, что он танцует с пастушками, и никого не интересует, что Бог, скоро будет страшный суд, и ты будешь там. Никого это не интересует. Всех интересует, а что же там в сокровенном мире, а может ли он любить, а чем он занят, каковы его переживания, а что он делает со своими преданными? И вот Кришна говорит, вот это я покажу. А преданные говорят, а как это мы без тебя сможем вообще жить? Ты собираешься уйти на землю, а мы? Он говорит, хорошо, я возьму вас с собой, и Расхарани я тоже заберу тебя с собой. Расхарани говорит, ну как я могу, знаете, как любая женщина, она говорит, а как я могу путешествовать без своего мира, Авриндавана, Емуна, Гавардхана, а что такое вообще? Как я смогу жить без того, что так дорого мне? Кришна говорит, не проблема, мы возьмем все с собой. И Говоры Лила, приход Чайтане Махапрабу, они играют в спектакль. Чайтане Махапрабу играют в спектакль, и в спектакле такой фрагмент, когда Нарада, великий мудрец, приходит на Вайкунту в духовный мир и видит, что она пустая. Он говорит, а где все? Он говорит, все в Оренбурге. Он говорит, потому что тот мир, он может перемещаться куда угодно. И когда мы сегодня ехали в машине, мы сегодня говорили о том, что есть некое волшебное слово, ты приходишь к людям и не говоришь сначала, что ты, зачем тебе нужно, ты говоришь, здравствуйте, я из Оренбурга. И вдруг находятся друзья и близкие. В духовном мире то же самое. Там нету каких-то внешних вещей, там есть только родство и близость. Поэтому преданы говорят, Харе Кришна, и все, этого достаточно, чтобы понять друг друга, все друг от друга. Так же, как в этом мире есть какое-то волшебное слово, которое ты говоришь, и те, кто думали, что ты враг, понимают, что ты друг. Как ты можешь описать свою мотивацию? Ты просто говоришь им какую-то вещь. И если это ассоциируется с чем-то позитивным в их сознании, все, они тебя принимают позитивное. Поэтому преданные, они говорят друг другу Харе Кришна, потому что Писание говорит, что с Кришной связано все самое благоприятное. Начало всего лежит в сознании Кришны. И сознание Кришны, когда оно раскрывается в сердце человека, оно подобно солнцу. Мы живем в этом мире, который является проявлением гун. Часто мы читаем Бхагавадгиты, но не понимаем, что такое гун и как они взаимосвязаны. Но мы можем только сказать, что гунны в первую очередь отражаются на наше состояние. Когда мы испытываем страх, недоверие, боязнь, это гунны невежества. Когда мы испытываем какую-то невероятную радость от новых ботинок или предвкушение, что с кого-то я что-то покушаю вкусное, мы видим, что это, скорее всего, проявление страсти. Но когда в нас рождается умиротворение, спокой, мы говорим, вот я хочу посмотреть на рассвет, на закат, послушать соловьев. Наверное, это благость. Мы приходим на природу и говорим, какая здесь благость, да, благость, благодать. Но когда в нашем сердце пробуждается желание слушать о Кришне, это говорится, что мы вне гун, мы в ниргуне, мы за пределами гун, потому что ничто материальное не способно конспенсировать потребности души. И Шилл Праупада очень часто сравнивал душу с рыбой, которую вытащили из воды. Мы можем вытащить рыбу из воды и предложить ей там прекрасные условия. Не хотите полежать в гостинице за 3000 рублей? Рыба скажет, нет. Тогда, а не хотите, мы сейчас вас коньячком польем так сверху, французский мобильный? Рыба скажет, нет. Тогда мы спросим рыбу, а что вы хотите? И рыба, выпучив глаза, посмотрев на нас, скажет, верните меня в воду. Так вот, та самая вода – это среда трансцендентного бытия, которая свойственна для души. И мы начали сегодняшнюю лекцию с того, что столь много времени мы тратим на несвойственные вещи для души. Это выживание нашего тела, ума и разума. Но пища для души – вот то, что необходимо нам. Поэтому вайшнавы, они всегда заняты тем, что они находят пищу для души, а пища на души находится всегда пребывает в молитве, в испевании славы Господа. Поэтому Писание говорит, когда человек начинает слушать о Господе, слушать о его славе, слушать о его преданных, слушать о его мире, о его деяниях, он умиротворяется, он перестает испытывать страх. Мы живем в этом мире в страхах, нам все время страшно, а что будет с нашими, даже не с нами самими, с нашими детьми, с нашей страной, что будет в будущем. Но когда человек слушает о сознании Кришны, он понимает, что самое лучшее, самое благоприятное происходит сейчас. И вот даже когда Кришна убивает демонов, люди говорят, собственно, а почему демоны? Но мы помним о том, что все пороки, они личностные. И все демоны, они, как, знаете, вот в театре, да, вот часто, когда мы делали постановки, еще раньше с театром Адхура, мы говорим, а как вот страсти, как выглядит страх, да? Ну, во-первых, страх, он сам от всех шарахается, он сам всех боится, в первую очередь, да? А как выглядит жадность? Жадность, она такая жадная, она даже к себе жадная, она себя потратить ничего не может, да? Кстати, она настолько жадная, что... И вот демоны в Кришна-лили играют все пороки, он говорит этим демонам, хорошо, страх, ты будешь играть вот эту роль, ты будешь играть вот эту роль. Когда люди будут слушать о тебе, о том, как Кришна убивает того или другого, эти пороки, они постепенно будут уходить из их сердец. Поэтому естественным образом очищение человека происходит, когда он соприкасается с духовным. Нам трудно понять смысл постановки божественной, ну, как ребенку, да? Его ведут показывать ему сказки о добре и зле, чтобы научить его добру и злу, да, чтобы он понял, что и сказал Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому веды, они устроены таким образом, что, постоянно слушая их, постоянно слушая непрестанной истории, божественной истории, мы будем в той или иной степени очищаться, и мы начнем вести себя в соответствии с этими моделями. Часто в Бхагаватам описаны истории не только царей и мудрецов, простых людей, как Аджамил, например, который был совершенно духовным человеком, но потом в силу дурного общения пал. И только в глубокой старости он смог воспеть имена Нарайана, когда уже его забирали черти в ад. И он, кстати, да, в таком состоянии, вдруг он слышит беседы Ямадутов и Шнадутов, он стал произносить в страхе имя своего сына Нарайана, и вдруг сияющие существа не зашли и говорят чертям, нужно оставить этого грешника. А черти говорят, собственно, почему? Он у нас в списках, как бы, милиция, мы приехали, мы знаем, что он преступник, почему мы должны его оставить? И вишнадуты говорят, да потому что сейчас, несмотря на свою негативность, он принял святое имя Господа, а святое имя очищает все. И черти говорят, мы не понимаем. И тогда вишнадуты говорят, вам ваше начальство объяснит. Естественно, черти, они приходят к своему начальнику и говорят, а что, кроме тебя, мы думали, что ты Бог. Начальник говорит, да нет, нет, ребят, я преданный. Есть высший план бытия. Просто с вами, с чертями там не разговаривают. Но суть послания состоит, что святое имя очищает даже несовершенную личность. Мы, у высшего мира нет плана держать нас все время, как собак на привязи. Высший мир, он постоянно дает нам шанс трансформации. Сострадание – это уровень высшего мира. Нам кажется, что справедливость, мы здесь боремся за справедливость. Этого несправедливо задержали, тому несправедливо дали 15 суток. Нам нужно бороться. Мы живем в мире, где даже за справедливость надо бороться. Но Швейдхар Мхараш и Гуру Дев говорили нам всегда, тот мир не живет справедливостью. Сострадание – это его природа. Поэтому Кришна в высшей степени сострадательный. Он являет нам свою милость. И поэтому, с одной стороны, мы можем сказать так, кто может воспевать имя Бога в религии, возникали вопросы о том, можно ли воспевать имена Бога в суе. Можно ли вообще имя Бога воспевать в суе. Но ответ был таковой, что Господь столь милостивый, что Он являет себя в форме святого имени. Часто православные говорят в молитве, «Очинаш, да святится имя Твое». Но, а что за имя? Но веды говорят, его имена, они столь прекрасны, Кришна, Говинда. Ведь его имена не описывают его, как Творца, Всесильного, Великого Судью. Нет, его имена говорят о его сладости, его красоте. Поэтому Вишну Сахашинам – это тысяча имен Вишну, которые читают Брамана. Брамана читает, начинает свой день с Вишну Сахашинам. Творец, Вездесущий, Всемогущий. Когда ты начинаешь тысячу этих имен читать, Вишну Сахашинам, ты понимаешь, ага, пронизывающую всю Вселенную, единственное достойное поклонение, единственный источник всего, изначальная причина всех причин, источник всех живых существ и так далее. Ты начинаешь говорить, ах, вот кто Господь, я тысячу качеств его прочитал. Но сказано, что Вишну Сахашинам равно двум именам Рама, а два имени Рама равно одному имени Кришна. Писание сказано, Вишну Сахашинам, если человек воспевает, он произносит все, он, перечисляя все качества Бога, он обретает все благие качества. Но Писание сказано, но красота Кришны столь прекрасна, когда человек встает и говорит, Харе Кришне это равносильно тысячам произнесенных святых имен Вишну. Почему? Потому что красота, его красота компенсирует все. И когда Кришну увидели женщину Матхуры, они все влюбились в него. У них не было сомнений, они не говорили, ой, это идет всесильный, всемогущий, вседержитель им прониз... Нет. Они увидели его, они сказали, вот та личность, ради которой я хочу жить, вот тот, кого я искала, ищу из жизни в жизнь, вот это Кришна. Если я смогу обрести его там, как мужа возлюбленного, ну как, да, женщина считает, она обретет все, если она обретет покровителя. Все. И это родило глубокую... И тогда Кришна помахал им рукой, подмигнул, сказал, I'll be back, как терминатор, да, я обязательно вернусь. И была одна горбатая женщина, она растирала пасту для царя Камса, сандаловую, и тогда Кришна с Баларамой, увидев эту горбунью, девушку горбунью, уродливая девушка, очень красивое лицо, но перекошенное. Они сказали, слушай, может быть, мы поживимся этой сандаловой пастой. И перед этим Кришна с Баларамой, когда вошли в Матхуру, они встретились с портным, который был очень гордым, и он нес красивые одежды, и Кришна сказал, а может быть, дашь нам поносить эти одежды? И портной сказал, кто вы такие? Я портной царя Камса, а вы какие? И Кришна тут же, не выслушав его, двумя пальцами отсек его голову. Он освободил портного от оскорбления, потому что приступить к красоте, это преступление. Если красота, гармония обращается к тебе, то только гордыня, только эго, поэтому это эго должно быть устранено. И портной сразу же обрел освобождение. Представляете, что произошло? Он устранил его негативное я, и все увидели, как сияющее существо влилось в тело Кришны. Но с горбуньей все было гораздо прекраснее. Горбунья обрела гораздо больше, чем освобождение. Увидев Кришну, она была столь очарована, и когда Кришна подмигнула, ей сказал Горбунья, девушка, дай там красивую пасту, она тут же Кришну Балараму украсила прекрасной сандаловой пастой, даже не думая о том, что там ее накажут, царь и так далее. Она тут же преклонилась, она подумала, столь прекрасна эта личность, я бы готова была на тысячи шафотов зайти, лишь только, чтобы украсить его, потому что у меня нет шансов в этом мире, никто меня любить не будет, я ужасная горбунья. Но Кришна, прочитав ее мысль, сказал ты мне нравишься. И горбунья, которая сначала испытала к нему некие сентименты, как женщина, к мужчине, Кришна сказал я обязательно к тебе зайду в гости, все подготовь. И когда Кришна пришел к ней в гости, она была настолько очарована, что он сказал ну что, начнем смажь разож стоп, нет ничего совершения, чем стопы господа. И в Писании сказал, как только она прикоснулась к стопам, ее вожделение, ее невежество прошло, и она почувствовала чистую любовь, которая лишена похоти. И тогда Кришна сказал ой, меня зовут, надо бежать. Ну как, Кришна всегда у нее какие-то такие моменты. Он говорит давай на прощание обнимемся. И он взял эту горбунью, которая подошла к ним, она же обняться не может с ним. Он взял двумя ногами своими лотосными стопами, наступил ей на ноги и ее вытащил. И вдруг все увидели, что из этой личности она превратилась в богиню процветания. Он выпрямил ее и никто не мог поверить, кто это, это бывшая горбунья. и так Кришна, он сначала привлекает нас, да, он просит у нас, что это, что мы обладаем, потому что горбунья обладала этим, но она, это все было для нее, для ее цели, для ее жизни, но она пожертвовала это радостно Господу, и в результате он дал ей возможность стать прекрасной личностью. Так же и мы. мы живем в своем маленьком эгоистичном мире с нашими маленькими похотливыми мыслями, но когда Господь захватывает наше сердце, в какой-то момент он обнимает нас, и вот когда мы соприкасаемся с ним, наша личность будет преображена. Преображение это то, что является последствием сознания Кришны. Все мы пришли сюда не для того, чтобы добавить какой-то своей маленькой смертной ограниченной жизни, еще какую-то одну духовную практику. Знаете, как вот теперь я купил себе железную дверь, теперь я купил замок, теперь я покрестился или там одел себе ладанку, и теперь у меня все хорошо, я смогу спокойно умереть в мире смерти. Нет. Нам требуется полное преображение, полная трансформация, мы приходим в сознание Кришны, сначала мы приходимся в страхе, а что такое, а как это будет, но потом, когда мы соприкасаемся, мы очаровываемся красотой сознания Кришны, мы изменяемся, мы понимаем, что нам нужна та самая, то самое объятие Кришны, которое полностью превратит нас, не добавит к этой горбатой личности еще какой-то атрибут один, у ней будет что-то на пальце, в голове, не что-то внешнее, а что-то внутреннее. И поэтому преданные, они всегда прибегают к имени Господа. Суть сознания Кришны всегда помнить о Господе и не забывать о нем никогда. Поэтому преданный, он всегда черпает удовлетворение в имени Господа. Он слушает о его качествах, играх, он слушает о его святом имени, он сам воспевает его святое имя, и он всегда ищет возможность общения с другими преданными. В Нектаре преданности Бактирасоведусин Друппа Гаслами описал 60 аспектов духовной жизни. Из них четыре самые главные. Сострадание ко всем живым существам. Что такое сострадание? Потому что Христос сказал очень многие ваишнавские идеи как лозунги. Он сказал не судите, судим и не будете. Христос сказал вы должны жить в мире сострадания. Если вы хотите чтобы к вам относились так, вы должны относиться таким образом к другим. Поэтому проповедь какое самое высшее сострадание? Можно накормить человека, можно подарить ему удочку, научить его ловить рыбу, научить жизни. Но это не является состраданием. Высшее сострадание это когда человек обретает способность, человек обретает связь с Кришной. Лучшее что можно дать человеку это бессмертие и любовь. И поэтому ваишнавы отличаются высшим состраданием. Они не занимаются некими мирскими, некой мирской пуни. Если они раздают пищу, они раздают просад. Потому что они понимают, что накормить нужно душу. Если они дают наставление, они не дают наставление временное, ой, я тебя научу ловить рыбу, теперь ты не будешь голодать. Они дают наставление о бессмертии. И если они соприкасаются с чем-то, с высшим, они дают человеку возможность соприкоснуться со знанием Кришны. Так они всегда заняты в проповеди, потому что Вальшнавы действуют на благо всех живых существ. И мы пребываем в этом мире, потому что у нас бесконечное количество оскорблений. В целом, как сказал Шилашидар Махараш, аппарат Банджинпад, место, где находится читание Срасватмат, называется Кольрганч. Это Гупта Говардхан или место, где прощаются оскорбления. Когда Чайтания Махаправу принял Саньясу, как всегда лила эта тезис и антитезис, в любой драме должна быть оппозиция. У него была оппозиция. И он там, в этом месте он простил всю свою оппозицию, всех оскорбителей. Чапал Гапал оскорбил Шиваса Такура. Он заболел проказом, был прокаженным. Его выгнали из собственной деревни. Там он сидел, его черви и жуки съедали его тело. Когда Чайтания Махаправу пришел, принял Саньясу, Чапал Гапал обратился к нему с молитвой. Он сказал, теперь пришло время, когда ты решил раздать себя всем. Ты пришел пожертвовать. Ты пришел спасти падших живых существ. В начале твоей лилы ты научил весь мир, показав, что оскорбление святых это самое страшное. Я пострадал от этих оскорблений, но сейчас, поскольку я самый падший, а значит, я самый достойный. Ты пришел спасти падших душ, в первую спасти меня. И Махапрабху сказал, что десиши васта кур, ты его оскорбил, если Господь прощает только тех, кто получает прощение Вайшнава. Если ты просишь его прощения, то я готов тебя возвысить. И тело прокаженного Чапал Гупала после того, как он был обращен вайшнавы, оппозиция, атеист он был. Не просто атеист, который в Бога не верил, а атеист, который базировал все свои знания на ведах. В ведах тоже есть атеизм, это наука. Тут же он был прощен, он стал великим проповедником. Его прокаженное тело приобрело другие формы, его тело стало золотым. И с этого момента из уст атеиста лилась лишь только Харикадха. Также Джагай Мадай были великие оскорбители, они были разбойники. После того, как Нитянанда Прабу и Махапрабу простили их, Джагай Мадай поселились на берегу Ганге, где был общественный туалет, и они всю жизнь убирали испражнения жителей Навадвипа. Это было их служение. Они поддерживали берег в чистоте, все выходили на свежий воздух, в туалет, Мадай им тут же занимались. Итак, жители Навадвип увидели, что великие оскорбители, бандиты, самые надменные люди, которые терроризировали всю Надю сегодняшнего дня, приняв святое имя, они убирают испражнения жителей, потому что осознают, что мы живем в святом месте, и мы столь много грехов совершили, мы столь много терроризировали жителей этого города, грабили их, обкладывали Данию, что теперь единственное, чем мы можем, это до конца своей жизни мы будем смиренными личностями, мы будем служить этому святому месту. Так, Махапрабу, он пришел и обратил самых падших, и что он дал самым падшим? Безграничное может только лишь безграничное проявить свою милость, поэтому он не дал самым падшим, вот ты самый падший, вот ты что-то такое маленькое, он дал им себя, и он дал им свое имя, поэтому его причина прихода в этот мир для того, чтобы самые падшие обрели самое высшее, если Господь обладает бесконечной милостью, Швидар Махараш, он не пришел с пачкой долларов, с пачкой бумажек, или не раздал всем ордена, нет, он даровал всем свое святое имя, он даровал им шанс бессмертия, красоты и гармонии, поэтому в Бхагавадгите сказано, что Кришна говорит, некоторые демоны, они никогда не придут ко мне, у души есть свобода, и у души есть свобода принять или не принять, душа может не понимать, будучи в обусловленном состоянии, но величайшее оскорбление, когда живые существа они критикуют высший мир, они не хотят принять сострадание, и когда Махапрабу начал свое движение санкиртаны, он увидел, что противостояние усилилось, и он сказал, что я понял, что то, что я принес, слишком возвышенно для этого мира, люди люди не могут понять религии чистой любви, им нужно все разложить по полочкам, им нужны обязательно какие-то принципы, в то время ведическая культура переживала некие ренессансы, шанкрачая восстановил образ саньяси, для саньяси это всего лишь один из четвертых укладов жизни, но ведах, как мы всегда следуем формальной стороне, и формальная сторона была то, что саньяси это те, кто отреклись от мира, они заняты философией, изучением, преподаванием, и Махапрабу тогда сказал, хорошо, я понял, что я принес сознание Кришны, но не хотят его принимать, тогда я приму саньясу, ладно, вы хотите внешней формы, я сделаю это для вас, Махапрабу, он, у него была прекрасная супруга, у него была любящая мать, очень близкие друзья, ведь саньяси не имеет права возвращаться в свой дом только один раз, он может вернуться в свою деревню, оттуда, больше он не может и Махапрабу, столь горячо любимый обитателями Нади, Навадвипы, принял саньясу, и отправился спасать живых существ, Шалушидар Махараш описывает, что в Индии в целом очень хорошо знают Господа Раму, не только в Индии, Индонезия, Таиланд, Бирма, Китай, юг Китая, Бали, Ява, Шри-Ланка, безусловно, вся Юго-Восточная Индия знает Господа Раму, Господь Рама правил сто тысяч лет, и, проходите, и, о Господе Раме до сих пор читают роман, до сих пор сложные легенды, не существует, в Таиланде, например, все королей зовут Рама, Рама Первый, Рама Второй, Рама Третьей, сейчас Рама Пятый, почему, потому что Рама это идеальный царь, и в Таиланде до сих пор, например, король, его зовут еще Бумибол, Бумибол, это Баладева, как сила земли, он каждый год, ему 80 лет, он каждый год выходит плуг, запряженный быками, он каждый год сам пашет землю, начинает сезон, все ведические церемонии, все ведические церемонии со времен Рамайны при тайском императорском дворе, хотя они буддисты внешне, но внутри, даже на гербе страны с Гаруда, царь, он совершает все ведические обряды, на санскрите, и почему, потому что считается, что без совершенного царя не может быть процветания, поэтому Господа Раму знают все в Индии, и Господь Рама, он совершил невероятные подвиги, однажды ему отец сказал, что ты должен уйти на 14 лет в лес, перед этим он должен был быть коронован и стать королем всей Индии, Айодия, но ему отец сказал, ты должен готовиться к коронации, он сказал, хорошо, через два часа его вызвали ко двору и ему сказали, отец не может тебя увидеть, но ты должен уйти на 14 лет в лес, оставить все, твой младший брат будет королем, Рама сказал, хорошо, так же, как стать царем всего мира, он так же принял посох Аскета, и даже, когда его король умер, и к нему пришли чиновники, мудрецы, и стали говорить, ты, вместо тебя может пойти в лес кто-то другой, твой отец уже умер, теперь ты король, он сказал, нет, я до конца сохраню слово своего отца, если мой отец сказал, что я должен 14 лет пробыть в лесу, пускай мой младший брат правит царством, я же исполню волю своих предков, господь Рама столь жертвенный, что даже его супруга и брат Лакшман отправились за ним в лес, и есть такая шлока в Рамайне, которая говорит о том, что я пойду в лес, чтобы спасти всех живых существ, чтобы спасти религию, чтобы показать людям, что слово царя является высшим, что закон и непоколебимая воля, вот путь к успеху и процветанию, духовному совершенству, и я оставлю Ситу, богиня процветания, ради истины, поэтому Рама должен был отказаться от своей жены, даже после того, как он завоевал ее обратно, чтобы показать всему народу, что он не является подкаблучником, он должен был вынужден оказаться от Ситы, от самой прекрасной женщины на свете, только что показать людям, что я не подкаблучник, и столь драматической судьба Рамы, поэтому, когда люди читают ромайну, они плачут, вообще, если вы будете читать ромайну, всю историю, диалоги, о том, как вообще рома себя ведет, как он думает, вы будете плакать, и поэтому ромайну читают все, и очень прикольно по Индии, ромайну читают все беременные женщины, как ни странно, потому что они хотят, чтобы их дети были совершенными, однажды, я был в Раджастане, сидел у своего другу одного, индуса, в магазинчике, такой древний город, Джодпур, древний замок, Мирангад, и там старинные, ну прямо улицы, там 16-17 век, старинные улицы, мы сидели наверху, с ним пили чай, и вдруг я увидел пыль красную, звук барабанов, и я увидел тысячи женщин, которые окутали свои головы, в Раджастане очень красивые, женщины очень красиво одеваются, сария, и они всегда носят сария, не как паранджу, они закрывают, накрывают как бы сария, такие полупрозрачные сария, как вот, как вуаль, и тысячи женщин идут, и они несут на своих головах книги, я спросил, в чем дело, они говорят, о, сегодня день явления ромайны, сегодня день написания книги, поэтому сегодня праздник, я смотрел, как улица, представьте, улица маленького города, она такая узкая, я сижу с балкона, я вижу, что, ну, где-то вижу ее, метров на 500, идет процессия, и все женщины несут ромайна у себя на голове, ну, как бы на своих головах, такой парад, да, и я увидел тысячи таких прекрасных, сария, это был как, это был как парад супермоделей, да, они шли, несли ромайну на своих головах, я подумал, сколько прекрасная, сколько прекрасная церемония, столь прекрасный день, когда тысячи, тысячи людей несут в своих сердцах, это, это повествование о любви, Руслан и Людмила, это ромайна, чтобы вы знали, Черномор похищает Людмилу, она, и Витязь ее ищет, это ромайна, она уже, то есть ромайна дошла до славян в этой форме, и тысячи людей идут, но эта шлока также рассказывает о Чайтане, потому что тогда многие тысячи лет он ушел в лес и потратил всю свою жизнь, чтобы найти свою возлюбленную, но на самом деле это одна часть ромайна, вторая часть ромайна, он освободил всю Индию, он построил мост на Шри-Ланку, Шри-Ланка принадлежала куверы, демон Равана захватил Шри-Ланку, он построил мост на нее, представьте, то есть у него была армия Банова, Бановы это были пентикантрупы, обезьяны, он собрал Бановов, то есть он собрал самых несовершенных, чтобы дать отпор, там, Равана был как Гитлер, у него были летательные аппараты, магия, мистика, он обладал невероятной властью, но Ромачандра вместе с армией обезьян победил самого великого демона, чтобы восстановить духовность и справедливость в этом мире. Эта история до сих пор пересказывается от прадеда к внуку, но в этой книге есть много предсказаний, где Рома говорит, придет время, когда я приду в другом облике, и это будет не сейчас, потому что сейчас есть демоны и праведники, я приду во время, когда будут только демоны, когда праведников уже не будет, будут люди, которые забыли о духовности, забыли о своей вечной природе, они забыли о, так сказать, они смешались, кто был не кем, тот стал всем, да, помните, все полностью смешание, они утратят все представления о религии, и тогда я приду, как чайтанья. И я так же, как сейчас, я ушел в лес, но тогда я приму садьясу, я стану проповедником, я дам им самое высшее. И вот об этом говорится в Ромаине, но кто может об этом понять, когда Рамачандра говорит, что это произойдет через многие сотни тысяч лет, Шитхар Махараш говорит, смотрите, вот видите, что он здесь говорит, он говорит, что придет то время, когда он будет, какое будет самое большое оружие, святое имя, а как он победит демонов, он обратит их к святых, представляете, да, то есть, если раньше Кришна и Рама сражались с демоном, и убивали, то сейчас он сделает из них праведников, и это, представляете, да, это самое, это самое прекрасное, что изменить личность тем, что дать ей самое высшее представление, и так говорится о приходе к читанию Махапрабуа, и с приходом к читанию Махапрабуа, Махамантра, которая была самой скрытой, самой возвышенной, да, Браманы, они могли только имя Бога передавать только на на ягьях, на жертвоприношениях, инициировать в имя Бога нужно было только быть высшему по рождению, по касте, да, тебе передали бы это как бы при определенных условиях, если ты квалифицирован, то, что произносилось тысячелетиями, сотни тысяч лет произносилось на великих жертвоприношениях, великими царями и мудрецами, станет достоянием каждого, и мы столь удачливы, то, что великие махаджаны, великие святые приехали к нам и передали нам все это и просили нас передавать это другим. Они не говорили, что эта раздача милости закончится с их присутствием в этом мире, они сказали, что придет время, когда у вас в России будут ваши святые. Когда-то православие пришло из Палестины, из Греции, но пришло время, когда в России появились свои подвижники, проповедники, это укоренилось, хотя это было где-то в лесах, в церквях, но были те самые молитвенники, старцы, были странники, был целый мир. Он не имел никакого отношения к светской религии, это был мир чистых сердец, и какое-то время произошли изменения, в нашей стране даже было запрещено думать о Боге. Кстати, мы живем в стране, где еще 70 лет тому назад думать о Боге было нельзя. Это было не, были книжки, как ты должен думать. Новый человек должен был думать по-другому, но писания говорят о том, что ничто не может остановить прогресс, и невозможно повернуть время вспять. И сейчас мы видим, что только-только начинается пробуждение людей. Они пока что очень можно сказать небольшие группы людей, они узнают сейчас там веды, а что такое веды, оказывается есть какое-то изначальное знание, сакральное знание. Но никто не сможет остановить прогресс, поэтому вы очень удачливы, потому что вы одни из первых людей, кто соприкоснулись с этой культурой. И поэтому ваши задачи как можно больше узнать о ней. и от вас зависит то, насколько эта культура распространится, потому что она не распространяется сама, она живет татвам, вегихитам, гу-хайям, хри-да-ен-тат-маха-джанам, она живет в сердцах. До какой степени она будет жить в вашем сердце, до какой степени вы сможете передавать ее другим?